Гитлер, Адольф Гитлер, он же Адольф Алоизович, Шикель Грубер, он фактически воплотил, был тем самым лжемесей, который воплотил идею лжепророка Ницше. Адольф, ну, по отцу Алоизович, да? Шикель Грубер. Евреи говорят Шикель Грубер. Ницше говорил, вы высшие человеческие существа, только теперь вы начинаете вершить судьбу человечества. Бог умер, сверхчеловек живет. Это утверждение Ницше. Ницше говорил, вы высшие человеческие существа, только теперь вы начинаете вершить судьбу человечества. Бог умер, сверхчеловек живет. Национал-социалистический ежемесячный журнал, цитирую, июнь 1933 года. То, что не было сделано веками, то, что Бисмарк подготовил, Гитлер завершит. Этому человеку уникальной гениальной личности доверяет вся германская нация. Ну, и третий эпиграф к этому исследованию, естественно, еврейский анекдот. Как известно, Гитлер был крайне мнителен и суеверен. Однажды он вызвал себя прорицателя, чтобы узнать свое будущее. Мой фюрер, я вижу в своих книгах, что вы умрете в день еврейского праздника. Какого? О, фюрер, какой бы день вы не умерли, это станет большим еврейским праздником. Но он умер перед 1 мая. Почти, да. Поэтому 1 мая можно тут праздновать, да? Итак, родился 20 апреля 1889 года. 1889 года. Значит, Ленину в это время было 19 лет, да? Сталину 10 лет. Можете себе представить примерно хронологию. В австрийском городке Браунау. Ну, маленький городок, предгорье Халп, где, как вы знаете, пасется в Милкой Вей. Милкой Вей? И там был такой маленький городок, и куда ни плюнь, попадешь в какой-нибудь Гитлера. Там жили Гитлеры, Гидлеры, Гейдлеры, Гишлеры. И все кругом одни Гитлеры. Вот как про Буратино, да, в Пиноккио. Куда ни попадешь, и папаши Пиноккио, и дети Пиноккио, и все они Пиноккио. Вот так это. Потому что в этом городе все были родственнички друг с другом. И они даже все сами не знали, кто там кому родственник. В 16-летнем возрасте он бросил учебу в школе, поступил в Венскую академию изобразительных искусств, но два раза не мог сдать экзамены. Когда началась Первая мировая война, Адольф Гитлер добровольцем, это официальная биография, ушел на фронт. Он сам ушел, или его ушли, я не знаю. Германской армией дослужился до ефрейторского звания. Как в русском анекдоте, ефрейтору довозу привяжите. Да. И во время боевых действий два раза был ранен. Ранен и отравлен газами. Награжден железным крестом первой и второй степени. Причем непосредственным начальником Гитлера, ефрейтора Гитлера, был офицер еврей. Что тоже не способствовало его, так сказать, любви к евреям. И награждал его крестом железный, тоже еврей. Офицер еврей. В Первом мировой войне было много офицеров евреев в армии. В 1919 году Гитлер в Мюнхене вступил в немецкую рабочую партию. Значит, ну, чтобы представить себе, сколько это, надо добавить сколько? 11 лет, да? Значит, в 1919 году плюс 11 лет, сколько ему было? 30 лет. В Мюнхене вступил немецкую рабочую партию, которую в дальнейшем переименовали в национал-социалистическую немецкую рабочую партию. В 1923 году Адольф Гитлер провозгласил национальную революцию. Как вы знаете, из этого ничего не вышло. Ну, что такое путь? Путь – это неудавшаяся революция, да? Революция – это удавшаяся путь. Поэтому стали называть как Баварский пивной путь, да, Мюнхенский пивной путь. Это вот Бавария, опять-таки, то самое место, которое было заражено уже эвистическими идеями Вагнера, да? Помните, мы говорили уже об этом. И Гитлера посадили в тюрьму. Ну, пробыл он менее года, но тюрьму всегда на пользу всяким партийным, так сказать, организаторам, потому что за это время они могут что-то успеть изучить, написать. Это не такая тюрьма, как в концлагере потом было. Он сидел, помните, и печатал на машинке, да, на бумаге с вензелем самого Вагнера. И книга стала называться «Майн Каф. Моя борьба». С 24-го по 28-е годы Адольф Гитлер занялся реорганизацией своей партии и проводил агитационную работу, чтобы склонить на свою сторону народные массы. Что такое фашизм и откуда оно взялось? Бенчик Муссолини. Бенито означает «маленький Беня». Бенито Муссолини был журналистом и социалистом. После Первой мировой войны в Италии создалась очень тяжелая, как и в Германии, обстановка. Рабочие были очень бедные, заставляли их работать много, а платили мало. Была шесточайшая инфляция и профсоюзы были проданы, ну, профсоюзы, знаете, продажные работодателям. И нужна была какая-то сила, которая должна была защитить рабочих. И этой силой, которая защищала рабочие, были рабочие отряды самообороны, которые назывались фаши или фаланги. Отсюда выражение фашисты, да, или фалангисты. Откуда взял Муссолини эту структуру? Из мафии. Такая структура уже давно существовала в Италии. Если вы помните, мафия возникла в Италии как то же средство защиты трудящейся. Вот пахан мафии, он осуществлял и суд, и творил правду, и можно было к корёстому отцу обратиться, если у вас были какие-то проблемы, он эти проблемы решал, да. Ну, за это вы тоже должны были делать. Ну, смотрели фильм «Кростный отец», да? Что-либо для нас. То есть, то есть, самая структура, абсолютно та же самая структура, поэтому, между прочим, так ненавидел Гитлер фашистов. Знаете, вот сходное часто ненавидит сходного. Фашисты были государством, государство, этот, Муссолини так ненавидел мафию, да? Мафия это что? Тоже государство в государстве, правда? И фашисты, и мафия очень были похожи по своей структуре, по своим задачам. Вот по этой причине, вы помните, Ланский фильм смотрели, да? Как взяли Сицилию без единого выстрела союзники, только потому, что Ланский зашёл к тюрьму к своему другу. Ланский был главой еврейской мафии, а его друг был главой сицилийской мафии. Тот написал письмо главным отцам, крёстным отцам, и в результате Сицилия была взята без боя. Полностью, говорится, готовое на блюдечке поднесено. А итальянские фашисты уничтожали мафиози. Ну, Гитлер взял эту структуру партии, если Сталин и Ленин, они взяли какую-то масонскую структуру, да? То Гитлер, он взял структуру, которая уже существовала, мафиозную структуру. И эту структуру партии, плюс ещё какую-то идею. Значит, надо было объединить народ. Народ. Ну, как легче всего объединить народ? Вот тут бабушка бегает и кричит, Америка завитает следы. Да? Значит, она, я не знаю, она уже... Я езжу там с 94-го, с 95-го года проезжаю всё время меня, и она ещё завитает. Я заметил, что эту бабушку, видно, кто-то уже стал поддерживать. Вначале она была как жуткая бомжиха, как будто только её выпустили из больницы. Сейчас я смотрю, у неё уже приличная одежда, какой-то синенький беретик. Партийных цветов, да? Да, партии регионов. И она уже не просто, говорит, Америка завитает следы, а голосуйте там за того-то, да-вот. Я не буду говорить кого, чтобы меня не привлекли тут к ответственности. Да? Вот здесь видим, что самый лучший способ объединить людей, это создать образ врага. Ну, какой самый лучший образ врага? Евреи. Евреи богатые, евреи захватили власть, евреи то, евреи сё. Тем более, что Гитлер на генетическом уровне, хотя он имел, мы разберёмся, еврейские корни, он ненавидел люто евреев. Вот, помните, я говорю, да, Яков и Исаук, когда они в одном человеке, вот это проблема, такие полуевреи, четверти евреи. Что самые страшные гонители евреи, это те, которые имеют еврейские корни. Вы смотрели День гнева? День гнева. Ну, такой, для христиан не очень хороший фильм, но, в принципе, довольно правильный, да. А? Нет, День гнева, когда в Испании это происходит, во времена инквизиции. Там евреи уничтожают евреев, потом, конечно, в счёте, оказывается, что и главный инквизитор там еврей, и губернатор еврей, и начальник полиции еврей, и там единственный, по-моему, не еврей был. Это тот, кто каждый воскресенье выходил в церковь и кричал, кто самые главные враги, кто убил нашего Христа, евреи, да. Остальные все в городе были евреи, абсолютно все. И все охотились друг за друга, чтобы подловить в еврействе, да. Такой жутковатый фильм, но он соответствует истине, потому что нигде нет таких страшных гонителей евреев, чем те, которые имеют еврейские корни, да. Помните, я говорю, основатель инквизиции это был кто? Доминик Гусман, отсюда доминиканец, да, с явной еврейской фамилией. Но тогда ещё инквизиция не так преследовала евреев. А ещё был другой, Тарквимада. Тарквимада, у него брат был тоже еврей, и, значит, они были, естественно, епископы оба, крещённые евреи. Вот, но этот Тарквимада ненавидел евреев, мы будем ещё о антисемитизме говорить, да. А его брат относился хорошо к евреям и всячески их защищал. Вот, во многом эти всякие кровавые наветы и так далее, тоже опять возводили всякие поклёпы евреев, крестившиеся, да, на своих бывших соотечественников. Помните, когда мы говорили о Якове Франке, он явно возводил кровавый навет на жителей Львова, и, несмотря на это, даже церковь католическая, да, она сказала, что она не будет это разбирать. Потому что там, видимо, были мудрые всё-таки церковники. Вот так же и с Гитлером. В январе 1933 года он становится канцлером. Причём, интересно, что Гитлер вовсе не пришёл в результате переворота, а в результате голосования демократического. Поэтому я говорю, что демократия, если это не демократия, а только одно название, да, оно рано или поздно заканчивается диктатурой. И вообще, Платон называл демократию одним из самых худших видов правления. Он говорил, олигархия – это плохо. Ну, у нас олигархия, как вы знаете. А демократия ещё хуже. И мы всегда видим, такая вот демократия рано или поздно заканчивается диктаторами. И многие революции заканчиваются диктатурой. Вот взять французскую революцию, к примеру. Правда? Вот. И другие революции. То есть находится человек, когда народ уже не выдерживает и хочет какую-то сильную личность, которая решит все проблемы. Мы говорили, что это признак антихриста, да? И Андропов пытался создать такую ситуацию. Вот, счастью, Бог ему не позволил укрепиться. И другие многие личности. Может, о некоторых мы знаем, а о некоторых мы не знаем. И в 1933 году за Гитлера поразголосовали 90% населения. Помните, это был период тяжёлого экономического кризиса. Вот вроде как вот сейчас, да? Ну, говорят, что у нас кризис только начинается. Посмотрим дальше, что будет. Потому что в начале это был самый тяжёлый кризис в Германии. В 20-е годы и было то, что вот мы уже пережили, когда люди получали миллионы рублей, да? И были нищими. Вот. Но этот период прошли. И потом начался период экономического бума. И вот как раз этот период экономического бума совпал с приходом Гитлера к власти. Гитлер всем нашёл работу. Безработных при Гитлере не было. У Гитлера был такой пунктик. Создание отличных шоссе. Вот. Шоссе и отличных дорог. И вот на эти дорожные работы он посылал миллионы людей. И идея автомобиль для всех. Народный автомобиль, который называется Volkswagen, да? Volkswagen. И таким образом он сумел занять миллионы людей. Затем, когда была поднята промышленность, вся эта промышленность была перенаправлена на военные рельсы. Гитлер запретил все партии, кроме национал-социалистической, и распустил все профсоюзы. В стране начинается подготовка к войне. Он сумел сыграть на амбициях, на обидах, которые нанесены были во время Первой мировой войны. Вы помните, Германия вынуждена была платить огромнейшие репарации. Рождались дети, пелёнок не было. Их заворачивали в газеты. Ну, у меня есть фильмы, можете посмотреть, да? Вот такая нищета, и вдруг людям дают выход. Вы сейчас ничтожество. Но вы суперлюди. Вам принадлежит весь этот мир. Если вы пойдёте за мной, всё это будет ваше. Да? Представляете? И эта идея как раз на такую почву. Если бы люди не воспринимали эти идеи, Гитлер никогда бы не пришёл к власти. Гитлер, вы помните, ещё обладал удивительнейшей харизмой. Сталин тоже обладал харизмой. Но Сталина в какой-то мере вот это всё создавалось искусственно. Либо как результат страха, да? Отбора. Вот. И отбирались, как говорится, люди, преданные своему пастуху. Остальные уничтожались. То при Гитлере, хотя и был отбор, но Гитлер, он был артистом. Вот Сталин, он и наедине оставался Сталином. А Гитлер, который был на публике, и Гитлер, который был в своём домашнем кругу, это были два совершенно разных человека. Гитлер был застенчивым человеком. Когда он собирал своих друзей, он мог им говорить такие странные вещи, которые абсолютно не подходили к тому, что он говорил во время лозунгов. Я читал записи личных бесед Гитлера. Он очень стеснялся женщин. У него были женщины, которых он боготворил, вот как Ольга Чехова. Интересно, что Ольга Чехова была советской шпионкой. Вот. Её завербовал вот этот треллистер, который, помните, треск, который лопнул, смотрели, да? Да, да. Вот он её как раз завербовал, ей было 24 лет, и она выезжала на стажировку в Берлинскую оперу, и там и осталась. И в парикмахерской она познакомилась с Евой Браун, и вошла в семью Гитлера, и у Гитлера Ева Браун была как жена, воплощавшая мать, а жена для такой платонической любви женщины, да? Вот это была Ольга Чехова. И он был очень скромен, да. И он с этой Ольга Чехова встречался каждый день. И когда уже Гиммлеру донесли, когда Гиммлеру донесли, что она работает на советскую разведку, Гиммлер послал людей арестовать её. Ну, дальше история идёт, правда, как история с СССР. Она говорит, хорошо, вы меня можете арестовать, только позвольте мне сначала попить кофе с Гитлером. И когда, значит, сидела вместе и пила кофе с Гитлером, и она говорит Гитлеру, а знаешь, вот тот тип, который сейчас стоит за дверью, Аман, он хочет меня арестовать. И Гитлером лично выжил, сказал Гиммлеру, что бы там ни говорили, что бы там ни заказывали, эту женщину не трогать. Она уже, будучи, она пережила даже распад Советского Союза, и уже было в 90 с чем-то лет, вы представите? И умерла, и сразу после смерти она уже получила звание, она жила под другой фамилией, естественно, получила звание не Героя Советского Союза, а Героя Российской Федерации. Экстрасенс, который лечил Гитлера, он тоже так занимался возгонкой его психики, он рекомендовал Гитлеру завести собаку, вот, и Гитлер провозил катарсис, очищение тем, что лазил на четвереньках по полу и гавкал по собачьей. Это анекдот, ну, уж поиздевался, это, по-моему, он был или грузин, или армянин по национальности, но тоже, как оказался советским агентом. Вообще там, как у нас был анекдот после 17 мгновения весны, значит, в Вермахте были наши люди, да, говорит, в Абвере были наши люди, в Гестапо были наши люди, против кого мы 4 года воевали. Да, и вы помните, в 39-м году, да, в 36-м году Гитлер оказывает поддержку испанскому генералу Франко в гражданской войне, затем в 38-м году оккупация Австрии, в 39-м году Чехословакия, и 3-1 сентября 39-го года Гибетская армия вторгается в Польшу. Причем, вы знаете, что это было вторжение с двух сторон. Гитлер и Сталин, они были союзниками. Гитлер и Сталин полностью доверяли друг другу. Немецкие маршалы и генералы учились в Москве. Советские маршалы и генералы учились в Берлине. Они пели одни и те же песни. Все выше, все выше и выше стремим и полет наших птиц, да. А это песня Люфтваффе в Германии. В 38-м году Австрия, потом Чехословакия, и затем 39-й год Мировая война. В 39-м году Чехословакия, и 1 сентября 39-го года Польша в вторжение. И вот эта знаменитая песня, «Мы шли под грохотка на нады», да. Это песня тоже гимн Штурма и КВСС. Я шучу, я не знаю, как ее пели немцы, но, скорее всего, так. Среди нас был юный группенфюрер, В атаках он шел впереди, С партийным билетом в кармане, С железным крестом на груди. Можете себе представить? Я люблю импровизировать, да. И мы уже говорили, в 38-м году, как было опубликовано, да, Мюллер совместно с нашим Ежовым, да, они уже приготовили все для уничтожения евреев, для уничтожения неполноценных. Сразу, у нас, видите, это все не опубликовалось. Но все это проходило, это было нормально. Вот этот ад Маленкова, этого, как его, Молотова, да, Молотова-Репентропа, в результате Советский Союз получил очень много новых земель, да. Он получил практически всю Прибалтику, да, часть Польши, ну, то есть западную Украину, как сейчас говорят, Молдавию, это тоже была территория Румынии. Вот, то есть значительная, весьма значительная территория. И поэтому Сталин не верил, что Гитлер на него нападет, да. Вот, опять-таки, та же ситуация возникает, как с Чингисханом и его побратимой Шримуха. Помните? Они были побратимы, да. Но каждый из них имел определенный авторитет среди определенных людей. И двум медведям, и двум волкам в одной верлоге не было места. Они рано или поздно должны были схватиться. Конечно, англичане тоже постарались, чтобы их перессорить. Вот. Ну, кстати, вы знаете, когда еще был Блюхер, еще неизвестных, может быть, это англичанина Блюхера, такой вот загоняли. Были армии Блюхера уже была подготовлена, вот после Халкингола, после Хасана Халкингола вот это, армии были готовы для вторжения в Афганистан и дальше в Индию, английскую колонию. Можете себе представить, какие были планы у Сталина. Вообще, Афганистан был всегда страшным. Место, в которое разбивались все амбиции. И англичан, да. Вот. И русских. Уже два раза русские пытались Афганистан завоевать еще в 1860-х годах. Вот. А потом уже, видим, после Второй мировой войны. То, что происходило совсем недавно. Вот такая вот была ситуация в то время. И после 1941 года, 22 июня, гитлеровская Германия напала на СССР. То есть, с 1 сентября 1939 года по 22 июня 1941 года во Второй мировой войне Советский Союз воевал на стороне Германии. Видите, с одной стороны были оккупированы, с другой стороны моя бабушка лично мне рассказывала. Она жила в Гомеле. Ну, знаете, где Гомель? Белоруссия. И Гомель подвергся бомбардировке как раз ровно в день начала войны. И она рассказывала, что бомбили немцы. Эшелоны. Эшелоны с украинским салом, с русским хлебом, с тканями, хлопком, сырьем, нефтью. И это шло все в Германии. Это все шло в Германии. Ну, бомбили железнодорожный узел. Но фактически эти все товары предназначались для Германии. Ну, так и получилось. Ну, так и получилось, да. Отношения верующих. Очень многие верующие приняли. Германия внезапно вторглась. Но это не было внезапное такое вторжение. Вы понимаете, мобилизовать миллионные армии внезапно невозможно. И многие предупреждали. Предупреждали Сталина. Вот. Многие предупреждали Сталина. И Рихард Зорхе, который, как вы знаете, тоже был евреем. Вы знаете, его говорят немецкий коммунист, но он еврейский немецкий коммунист был. И многие другие. И Сталин вызывал многих этих разведчиков, да, и подвергал репрессиям. Если кого не успели расстрелять, конечно, после 22 июня их выпустили. И Сталин говорил, ни в каких случаях не подвергаться, как это, на провокации, да? Не подвергаться на провокации. Сталин был шокирован, когда произошла война. Кстати, вы знаете, что это произошло ровно в 4 часа, а у вас в Алмате это было 7 часов утра, да, у вас на 3 часа. Да, и на 4. Сдвинуто было. В этот день должны были открыть археологи могилу Тамерлана. И старики предупреждали, предупреждали Аксакалы, что ни в коем случае нельзя открывать могилу Тамерлана. Вырвется дух войны. И начальник археологической экспозиции позвонил лично Сталину, потому что он тоже боялся это делать. Сталин приказал открыть. Ровно в тот же час началась война. Ровно в тот же час, когда открыли могилу Тамерлана. Вот этот дух, который был в Тамерлане, он вырвался на свободу. Тамерлан был правнуком или праправнуком Чедвисхана. Ну, тоже жесточайший правитель. Такого же типа, просто я вам о нем меньше говорил. А верующие, значит, в основном баптисты, хорошо отнеслись, видите, к Гитлеру. Католики очень осторожно к нему относились. А баптисты, они отвергли не так давно перед этим, где-то лет за шесть или за семь пятидесятников. Они сказали, что говорение на языках это от дьявола, это сатаны. И получили Гитлера. Где-то две трети примерно баптистов поставили знамена и поставили портреты Гитлера ежедневно и в школах, и в баптистских церквях провозглашали здравиться Гитлеру, да. И говорили, что Гитлер и есть Мессия, который освободит. Но это затмение верующие. Не все, но треть баптистов примерно, они подверглись преследованию. Вот. В отношении свидетелей Иеговы. В отношении свидетельств быть свидетелей Иеговы. Значит, 23 июня 1933 года в Берлине во дворце спорта в Вилмирсдорф состоялся конгресс исследователей Библии свидетелей Иеговы, в котором приняли участие 5000 делегатов. И целей был поиск средств и путей, которые позволили бы донести до господина рейс-канцлера и других высокопоставленных правительных чиновников рейфов. Следующее. Против стоящего на позиции позитивных христиан с обвинением истинных христиан и христиан и христиан и христиан принимаются меры, которые можно рассматривать только как гонение на христиан со стороны других христиан, поскольку неправедливые обвинения спорта совершившие гонения происходят в основном из клерикальных, особенно католических кругов. Будучи абсолютно убеждены в полностью объективности правительственных инстанций и чиновников, мы тем не видя видим, что у нас есть религиозные противники. Поэтому на грессе принято с заявлением «Прошу заверить вас, воспоминания Рейс-Канцеля, а также высокие правительственные инстанции Рейха и земель в том, что единственной целью деятельности немецких исследователей Библии является возвращение людей к Богу, а также свидетельство и почитание на земле имени Еговы Всевышнего». Немецкие общины и члены их повсеместно известны как облот истинного страха Божьего и ревностные исследователи Библии. Местные полицейские власти потаянно подтверждают, что исследователи Библии являются наиболее законопослушными элементами государства и народа. И принял сообщение о том, что они поддерживают полностью политику Гитлера. И даже более того, свидетели и Еговы наносили на тех бафтистских пасторов, которые еще не присоединились к Библии. Делегаты 5000-го конгресса пришли к выводу, что немецкие исследователи Библии борются за те высокие этические цели и идеалы, которые провозрастило национальное правительство Германской империи в области отношений человека и Бога. Вот так. интересно. Свидетели и Еговы, которые себя единственно считают честными и противопостояют всех христианцев, они тоже были за Гитлера. Они тоже были за Гитлера. значит, был ли Гитлер еврея? Ну, в отношении Гитлера как раз очень подходит такой анекдот. Приходят еврейские мальчики из школы и сообщают родителям. Сегодня в школе учительница спрашивала, какой я национальница, а я сказал, что я русский. Ах, русский, высказал папа, хорошо, раньше мы возили тебя в школу в машине, теперь будешь ходить пешком. Раньше ты кушал на обед черную и красную икру, говорит папа и мама, убираясь с стола лохолста, теперь будешь есть икру кабачковую. Раньше ты ходил гулять в дубленки, говорит дедушка, запихивая дубленку на антресоль, а теперь будешь ходить в раной курточке. Раньше ты в свободное время играл на скрипке и в шахмате, радуется бабушка, а теперь будешь пылесосить квартиру, выбивать ковры и выносить ведра. Мальчик слушал-слушал и говорит, я всего пару часов как русский, но как же я всех ненавижу. Ну, еще цитирую по материалу книги Адама Арнольдовича Кронштейна «Великий диктатор». Недавние исследования родословной Гитлера выявили, что Адольф Шикер-Рубль был чистокровным австрийским евреем. Просто что-то произошло между ним и его родственниками. Возможно, наподобие этого анекдота. И Адольф возненавидел евреев до такой степени, что сначала сменил фамилию, забросил свои занятия рисованием, а потом стал фюрером и вовсе начал истреблять евреев. Вот ведь сколько бед может наделать обиженный человек. Не было бы той ненависти, не бери бы сейчас в человеческой истории таких ужасных вещей, как концлагеря, газовые камеры. Хотя нет, концлагеря были бы, их придумал не Гитлер, а Ленин Строцкий. А фюрер только заимствовал идею. Не было бы Второй мировой войны, хотя кроме Гитлера в Европе был Сталин, которому тоже не терпелось воевать, а был бы еще один еврейский художник. Возможно, стал бы Адик Шигельгрубер не менее известным, чем Шагал и Малевич. И прославился каким-нибудь очередным черным квадратом, а не черной хвостикой. Знаете, черный квадрат Малевича, да? Да. Вот так. Ну, другие говорят, что Гитлер не чистокровный еврей, а четвертью евреем, что дед его еврей, другие говорят, что полуевреем, что бабушка еврейка, другие говорят, что сыном соседа еврея. Друзьями детства Гитлера всегда были евреи, его лучший друг был Ханиш. Евреи финансировали Гитлера, помогали ему прийти к власти. И даже все его соратники по нацистской партии были с примесем еврейской крови. Гиммлер, Гесс, Гейдрих, Эйхман, Канарис, а причем у Геббельса также были учителя и невеста еврея. То есть вот единственный только толстый Геринг, глава Люфлафи, он не был евреем. Но у него была жена еврейка. Ну да, русская называется. Ну вообще это еврейка, да. Да, хорошо. Вот такая ситуация. У Гиммлера были две жены. Одна еврейка, другая рейка. Так что все округа. Внешность Гитлера. Немного ниже среднего роста, широкие бедра и сравнительно узкие плечи. То есть такая женоподобная внешность. Жидкие мускулы, ноги короткие, тонкие, худосочные, большое тулыще, впалая грудь. Рот полон коричневых гнилых зубов. Ну понятно, потом ему поставили другие зубы. походка женоподобная, кокетливые маленькие шажки, часто нервное подергивание пракового плеча и левой ноги, нервный тик лица, подергивание углов губ. Вот такая внешность, которая у него была. Да, вот если мы говорим по этому документу, он точно подходил для газовой камеры. Нет, не Гитлера жена, я говорю, Гиммлера. Гиммлера было две жены, одна была еврейка, да, но потом с еврейкой развелся, и он женился на чистой оригинке. Ну да, да. Хорошо. Значит, в 23-м году свидетель на суде профессор Макс фон Грубер, психиатр, значит, и специалист по евгенике, который исследовал психическое состояние Гитлера, в 23-м году он говорит такое, такую характеристику дает, лицо и голова нищего типа, полукровка, низкий покатый лоб, безобразный нос, маленькие глаза. То есть, вы понимаете, тот образ великого Арица, совершенно он не подходил до Гитлера. Значит, по некоторым мнениям, Гитлер был незаконным внуком еврейского дедушки. И Гитлер беспокоился, что его могут шантажировать из-за еврейского дедушки, и приказал своему личному адвокату Гансу Франку проверить его родословную по отцу. Проверили. Франк проделал эту работу и сказал фюреру, что его бабушка тоже была еврейкой. Короче, дедушка, в общем, был такой, я не помню, врачом или адвокатом, был еврей по фамилии Гитлер. Он женился тоже на какой-то своей дальней родственнице. Вот, у него родилась дочь. Потом он имел отношение со своей дочерью, и когда дочь забеременела, он выдал ее за некого Шекель-Грубера. И родился папа Гитлера, вот это самый Алоиз, тоже с психическими отклонениями, как мы знаем, да? У них у всех там были психические отклонения в роду. В той или иной степени и этот, значит, дедушка, он как бы усыновил своего внука, который был его родным сыном. Вот этот внук, который был его родным сыном, он уже после смерти, после смерти вот этого дедушки Гитлера, он был Шекель-Грубер, и назвал, получил имя Гитлер. Причем, документы эти уже были подписаны подсмертно задним числом об усыновлении. Вот это и был Алоэс. Алоэс. Алоэс Гитлер, значит, он когда женился, ему было 50 лет, а матери Гитлера 20 лет было. Перед этим у него уже было два брака, и были от первого брака и от второго брака дети. первая жена, как вы слышали из этого рассказа, умерла, а вторая его бросила. Для того, чтобы жениться на Кларе Пельце, вот, значит, мать, бабушка, в общем, короче, его, да, бабушка его была Сара Пельцер. Бабушка была Сара Пельцер, и, значит, Франк, когда проделал эту работу, сказал также, что бабушка его забеременела, когда работала прислуга в еврейском доме в Грации. Но бабушка была еврейка, мама его была, соответственно, еврейка, Слава Гитлер является кошарным евреем. Да. И когда была могила, Сара Гитлер написано там С. Гитлер, она тоже Гитлер, не, она Гитлер была, бабушка была Гитлер, по отцовской линии Гитлер. Но я вам говорю, что это был такой поселок, городского типа, в котором все были Гитлеры. Вы знаете, в Одессе очень много было Гитлеров. В Нью-Йорке было 23 Гитлера по телефонной книге. В Одессе где-то около десятка было Гитлеров. Но они все фамилии поменяли потом. В Одессе Гитлер это точно была еврейская фамилия. У меня вот есть парадесские фамилии, помните, я вам давал? Вот, Гитлер, там, кто у нас? Да, да, Гитлер, Бельмондо, кстати, да? Вот, и так далее, и другие. Гитлер, Гидлер, да, Гит, Гитлер, Гитлер, есть такое, да? Да. Ну, что, ну, Гит, Гит, Гида. Это еврейское имя, правда, Гит? Гитлер. Вот. Ну, такая вот у них получается родословная. В австрийской прессе до прихода к власти нацистов открыто писали о том, что Гитлер еврей. Естественно, под давлением нацистов изъяли всех, кто носил еврейское имя типа Соломон. Но документы остались достоянием историки, и многие предки фюрера вступали в брак со своими сестрами, братьями и даже родственниками. Сам Адольф Гитлер очень тяготился обвинением в том, что в его роду были еврейские корни. Его, кстати, в детстве дразнили жидиком. Впрочем, как и моего сына. Моего сына жидиком дразнили. Вот я на еврея не похож, да? Да. Ну, не похож. На что, похож, что ли? Не похож, что ли? Да. А у моего сына больше такие еврейские черты, да. Вот, Гитлер страстно влюбился в свою племянницу Геле Реубаль. Она тоже была его племянницей, в то же время сводной сестра. очень путанные, да, отношения Геле это Ангелина. Ангелина. Она покончила с собой в тридцать первом году. И она была замужем за евреем Реубаля. Реубалем. Вот, будучи беременной, вышла замуж за еврея. То ли она покончила с собой, то ли Гитлер. Он страшно ненавидел то, что она вышла замуж за еврея. Это я говорю, кругом у Гитлера были в окружении евреи. Родился Лео Реубаль. Лёва, Лёва Рубин по-нашему, да? Реубаль это тоже самое, что Рубин. Реубен. И потом мы уже об этом с Ини Гитлера говорили, да? Хорошо. Перерыв у нас, да?